Бывало ли с вами такое, что вы очень старались, чтобы то, что вы делаете, понравилось, чтобы это оценили, но при этом вы получаете не всегда положительные комментарии от других людей, а может быть даже негатив, может быть жалобы и даже хейт? В этом эпизоде вы узнаете, как помочь себе, и даже, как ни странно, как помочь другим людям тоже, когда вы слышите от них негатив, недовольство и даже больше. Ну что, начинаем. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить», который выходит при поддержке Art of Self-Coaching. Это место, где мы учимся помогать себе бережно и эффективно, так, чтобы проживать жизнь, которую вы действительно любите, и чувствуете себя сильно в ней. Меня зовут Алена Беррисон, и мне не терпится разделить с вами искусство селф-коучинга. А если вы хотите ускорить этот процесс, я приглашаю вас забрать мой полностью бесплатный гид, как действительно почувствовать себя лучше. Просто пройдите по ссылке в описании к этому эпизоду или наберите artofselfcoaching.pro в своем браузере. А теперь приступаем к сегодняшнему эпизоду. Дорогие друзья, всем огромнейший привет и добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». И добро пожаловать в весну. Я надеюсь, уже для абсолютного большинства из нас это случилось, это произошло. Я так этому рада. Не поверить, это была самая длительная зима, несмотря на все наши отпуска. И, наконец-то, мы стали очень много времени проводить на природе. Двойняшки становятся все более самостоятельные. В шведском есть такое выражение «New Bore i livet». И мне кажется, что это как раз-таки тот момент, когда у нас жизнь начинается. У нас с мужем, я имею в виду. Я прям предвкушаю это лето, многое, что будет происходить. И я очень надеюсь, что вы будете частью этого. А пока мы с вами будем прорабатывать очень приятную, неприятную тему, а именно негатив и хейт. Хотя я неоднократно затрагивала эту тему здесь на подкасте и даже разбирала ее в качестве гостя на подкасте Ольги Микитас, но сегодня я хочу представить ее под совершенно новым углом. И, честно, для меня эти новые углы чаще всего становятся возможными, когда мы разбираем конкретные селф-коучинговые ситуации, когда мы обсуждаем лично с участниками их конкретные ситуации и смотрим, как концепты, как теория может воплощаться, применяться на практике. Так вот, одна из наших звездочек в комьюнити делилась тем, как у нее был успешный контент, успешный рилс, и он очень хорошо отозвался аудитории, ее аккаунт стал очень сильно расти. И параллельно с этим появился человек, который решил донести хейт до моей прекрасной участницы. И то, что вы услышите в этом эпизоде, это те инструменты, те размышления, те техники, к которым мы пришли в процессе дискуссии для того, чтобы дальше их применять. Потому что я надеюсь, что и для вас, и для меня, и для всех наших прекрасных участников хейта будет только больше. Я знаю, что это звучит немного странно, но правда в том, что чем больше вы растете, чем больше вы раскрываете себя, тем больше будет людей, которые хотят высказать об этом свои мнения. И очень часто эти мнения будут отличаться от наших мнений. Поэтому, друзья, начнем с того, что негативные мнения других людей, недовольство и даже иногда хейт — это часть процесса. И дальше, после этой сессии, я перенесла тему хейта, тему мнения других людей в свой собственный селф-коучинг. И у меня чуть не взорвался мозг. Я расскажу вам сейчас подробности, но я делала разгрузку мыслей в формате ответа на вопрос, чем я жертвую, пытаясь получить жизнь, которую я притворяю, что хочу. Можете поставить на паузу, потому что это очень классный вопрос, который каждый из нас может себе задать. Еще раз, чем я жертвую, пытаясь получить жизнь, которую я притворяю, что хочу. И когда я сама делала эту разгрузку, я поняла, что одна из вещей, которую я притворяю себе, что хочу, — это всем нравится, чтобы никто не расстроился, чтобы все были довольны мной, чтобы все меня считали хорошей, правильной и так далее. И, с одной стороны, это может быть достойным намерением. Мы поговорим чуть дальше, в какой форме это может быть хорошим намерением. Но правда в том, что ни я, ни вы, ни наша дорогая участница не будем всегда всем нравиться. И, скорее всего, мы будем кого-то расстраивать, с нами будут не соглашаться. И когда я распознала, что на самом деле я не хочу, чтобы со мной все соглашались, то это создало для меня настоящее внутреннее успокоение. И я вам расскажу дальше, как конкретно этого достичь, и почему на самом деле мы не хотим, чтобы с нами все соглашались. Но сначала давайте посмотрим, что мы обычно делаем с негативными комментариями других людей, что мы обычно делаем с недовольствием, и почему это может чувствоваться так бессильно для нас. И здесь многие из вас заметят аналогию и на самом деле тот же самый подход, который я использую применительно к эмоциям и применительно к мыслям. И это три действия, три способа, с помощью которых мы обычно обращаемся с эмоциями и мыслями. Повторяем хором, это сопротивление, реакция или избегание. Давайте начнем с первого. Когда мы сопротивляемся негативным комментариям, нашему внутреннему опыту по поводу этих негативных комментариев, тем чувствам, которые у нас возникли по поводу этих комментариев, это выглядит как «Давай я буду сейчас в своей голове несколько часов бороться со всем этим, и я надеюсь, что я стану победителем, я надеюсь, что я выиграю этот внутренний спор с моим внутренним оппонентом». И, друзья, если на это не обратить внимание, этот спор может продолжаться бесконечно, сопротивление может продолжаться бесконечно. И это очень изматывает, это никуда не ведет. Поэтому, друзья, замечайте, первое, что мы делаем, мы сопротивляемся негативным комментариям, и самое главное, мы сопротивляемся тем эмоциям, тому внутреннему опыту, который у нас возникает по поводу этих негативных комментариев. Второй способ того, как мы часто обращаемся с негативными комментариями, это реакция на них. И реакция здесь, скорее всего, будет именно реакция на ту негативную эмоцию, которую мы чувствуем внутри, когда мы получаем эти негативные комментарии. И кто-то из нас будет вступать в прямое столкновение. Может быть, вы выговоритесь человеку, вы объясните, где он неправ, и что он делает не так в своей жизни. Или вы можете начать мониторить, пытаться защищаться, действовать превентивно. Всё то, что мы делаем, реагируя, веря и действуя из нашей, очень часто болезненной эмоции, которую мы испытываем, когда получаем негативные комментарии. И третий способ — это избегание. И это звучит как «теперь я просто больше не буду даже показывать себя». Я больше не буду выступать аутентично, я больше не буду развивать своё дело, я больше не буду делать то, во что я верю. И мне кажется, это самая трагичная форма ответа на негативные комментарии. Потому что в такой ситуации мы так бессильны в своих эмоциях, что мы даже не даём себе шанса. Мы решаем, что лучше я не буду даже пробовать, чем проходить через опыт дискомфортных негативных эмоций, которые являются очень человечными на самом деле, когда мы слышим недовольство негативных комментариев со стороны других людей. Теперь мы с вами видим, что эти три способа обращения с негативными комментариями и особенно с нашими эмоциями, которые возникают по поводу этих негативных комментариев, эти три способа не работают. И, как всегда, повторяем, что нам здесь остаётся. И да, друзья, нам остаётся дозволение. И сейчас мы с вами поговорим о некоторых конкретных деталях применительно к реакции на негативные комментарии, что будет делать дозволение здесь немного специфическим. Во-первых, конечно же, мы хотим прочувствовать ту эмоцию, которая для нас возникает, когда мы слышим негативные комментарии. И эта эмоция может быть достаточно сильной, потому что мы с вами хотим понимать, что какая-то часть нас до сих пор воспринимает негатив со стороны другого человека как угрозу нашему существованию. И с учётом того, как мы эволюционно развивались в группах людей, взаимозависимы друг от друга, конечно же, негатив со стороны другого человека может восприниматься как угроза. И я даже не говорю про то, что сейчас в мире происходит, когда целая группа людей, огромные группы людей объединяются против одного человека с попыткой его отмены, с попыткой критики, с масштабной критикой этого человека, в том числе онлайн. Но на любом уровне, друзья, мы должны понимать, что как существо, невероятно зависящее от социального компонента, во всех отношениях, от других людей, во всех отношениях, негатив, хейт со стороны другого человека может восприниматься нами изначально как реальная опасность, как реальная угроза. И ничего не пошло не так. И да, в долгосрочной перспективе, с опытом, возможно, вы обучите свой мозг не реагировать так болезненно на негативные комментарии. Но первый шаг сейчас, особенно если вы чувствуете очень сильную реакцию, первый шаг – это немного успокоить сигнализацию опасности, сигнализацию опасности. И напомнить себе, что на самом деле сейчас в стенах вашего уютного офиса вы в безопасности. И это может начинаться с простого вербального, с простой фразы напоминания, что сейчас мы находимся в физической безопасности. Что тот комментарий, то недовольствие, та жалоба клиента, коллеги, человека из интернета, что всё это не угрожает на самом деле нашему выживанию. Я знаю, что для некоторых из вас это может звучать драматично, но поскольку мы имеем дело с нашим мозгом, это может чувствоваться именно так. Вы можете даже провести эксперимент и вспомнить те случаи, когда негатив со стороны другого человека уводил вас в состояние тревожности, страха, бессилия. И представьте, что изменилось бы для вас, если бы в тот момент вы просто напомнили себе, что вы в безопасности, всё хорошо. Второй элемент здесь – это всё, что касается именно дозволения ощущения. То есть все те техники, которые непосредственно касаются описания эмоционального опыта, который вы переживаете, мы это хотим делать для того, чтобы нормализовать то, что происходит внутри нас. Увидеть, что даже несмотря на то, что эмоция внутри может чувствоваться неприятно, она безопасна. Она является всего лишь коктейлем самых разных негатив-размиттеров, гормональных элементов, которые проходят сейчас через наше тело. И это так чувствуется. И когда мы находим себя в этом ощущении базовой безопасности, мы готовы к следующему шагу. И это уже больше про понимание, это уже больше про принятие всего того, что происходит между вами и вашим хейтером, тем человеком, который недоволен вами, который оставляет негативные комментарии в ваш адрес. И я здесь хочу зачитать некоторые тезисы из моей разгрузкой мысли, где я пришла к этому выводу, что на самом деле я не хочу, чтобы все думали обо мне хорошо. Я не хочу, чтобы все соглашались со мной. Почему это так? Дело в том, что, и это очевидность, мы все очень-очень разные. И если кто-то сейчас слышит меня с совершенно другой позиции, с совершенно другим прошлым, чем у меня, с совершенно другими убеждениями, принципами, у них не может быть, особенно изначально, очень хороших мнений, например, обо мне. Это бы было просто странно, потому что в какой-то степени, представьте, если вы действуете из новых убеждений, вы создали для себя новую жизнь и теперь показываете себя из неё, теперь вы можете пошатнуть убеждения и точки зрения других людей, особенно тех людей, которые продолжают верить во свою беспомощность или в какие-то другие сложности, в которые они продолжают верить. И для многих это просто-напросто неприятно, когда расшатывают их позицию. Большинство из нас будет тяжело позитивно реагировать на человека, подача мнения которого очень отличается от нашего, потому что мы всё равно будем воспринимать этого человека через призму своих убеждений, через призму нашего прошлого опыта, наших мыслей по поводу того, что возможно или невозможно. И многие будут считать человека, который несёт, например, оптимизм фейком, потому что в их системе убеждения это пока так. Они пока не верят, что это может быть по-другому. Многие будут раздражаться при виде успешных мам, которые сочетают работу и жизнь, потому что, блин, это сложно, и мы это уже пробовали, и мы успокоились под тем, что это невозможно. И, может быть, теперь мы видим пример, что нет, а на самом деле это возможно, и что-то ещё возможно. И этот пример теперь нас может не вдохновлять, а какое-то время даже напрягать. По крайней мере, какое-то время — это нормально. И дальше, да, мы можем пойти по одному из двух путей. И посмотрите, сейчас я, по сути, занимаю позицию недовольного человека, потому что мы можем пойти и дальше высказывать негатив, дальше высказывать неодобрение в сторону другого человека и просто увеличить ещё сильнее, увеличить нашу правоту, наш негатив. Либо мы можем открыть себя любопытству и, по крайней мере, дать себе шанс рассмотреть эту опцию, услышать мнение другого человека, услышать позицию другого человека. А что, если то, что предлагает другой человек, на самом деле возможно? А что, если он или она не эгоистичный, самоуверенный, слишком позитивный и так далее? А что, если это возможно для меня тоже? И я не говорю, что все наши хейтеры обязательно изменят своё мнение и будут согласны, что на самом деле вы или я или кто-то другой говорят дело. И что другие обязательно будут думать про вас, что вы хороший человек, вы хорошо помогаете и теперь даже вдохновлятся вами? Скорее всего, нет. Скорее всего, большинство людей не поменяют своё мнение. Потому что, послушайте, это сложно. У нашего мозга есть байс подтверждения, байс селективности, всё это. Плюс, и это тоже вероятно, кто-то услышит нашу точку зрения, проверит и впоследствии решит, что нет, это не для меня. И это тоже окей. Но то, что, мне кажется, здесь является сердцем всего, сердцем наших возможностей, это то, что мы, по крайней мере, даём друг другу шанс. Вы даёте другим людям шанс рассмотреть вашу точку зрения, разделить её или отпустить. Поэтому теперь, когда я слышу негатив в свою сторону, я стараюсь напомнить себе, что это совершенно нормально, что изначально у него или у неё негативное мнение обо мне. То, что я делаю или как я делаю, в какой-то степени расшатывает их систему убеждения по поводу того, что возможно или невозможно для нас. И, может быть, этот человек сделает паузу и вернётся к своим убеждениям, поставит их под вопрос и в конечном итоге найдёт что-то из того, что я предлагаю полезным. У меня были такие ситуации, когда некоторые участники сначала выливали на меня негатив, но после нашего ответа и дальнейшего размышления просили даже принять их программу. Но были такие ситуации, когда выливание негатива заканчивалось именно этим, выливанием негатива. Это тоже абсолютно окей. По крайней мере, мы даём друг другу возможности выбора. Мы даём друг другу разные перспективы. Мы даём друг другу возможность быть услышанными друг другом. Кстати, это может быть третьим шагом здесь. Когда мы слышим негативную обратную связь, это тоже может быть приглашением для нас вернуться назад и проверить, соответствовало наше поведение нашим ценностям, соответствовало нашим убеждениям, которые мы хотим сохранять. Или мы хотим поставить под вопрос свои убеждения. И если вас это запутало, то вы можете вернуться на несколько эпизодов назад, где я говорила про вас и эмоции других людей, какую ответственность мы имеем за эмоции других людей. И как на самом деле учитывать то, что мы социальные создания, и мы хотим не просто говорить, а в какой-то степени быть услышанными. Поэтому это не та работа, которую мы хотим проводить в одиночку. Иногда действительно негативный комментарий, недовольство и даже хейт может быть приглашением вернуться назад к своим действиям, к своим ценностям и проверить, хотим ли мы продолжать двигаться вперёд таким образом. Но здесь, друзья, и это ещё один, наверное, да, у нас с вами уже было сердце этого эпизода, но ещё один очень важный соус здесь, друзья. Когда я говорю про то, что мы хотим вернуться, проверить, соответствуют ли наши действия, нашим ценностям, на самом деле, что мы хотим думать о недовольстве нами другого человека, здесь очень важно не начать хейтить себя. Потому что для того, чтобы всё это работало, для того, чтобы мы с вами смогли дозволять эмоции, смогли в какой-то степени лучше доносить нашу позицию и лучше воспринимать позицию других людей, нам нужно перестать хейтить себя. Нам очень важно разделить наши ошибки, недовольство других людей и нами от того, кто мы есть на самом деле. Потому что ненавидеть себя здесь нет никаких плюсов. Пожалуйста, не делайте, как я, многие годы в попытках понравиться всем, никого не расстроить. Я жертвовала временем, которое я могла бы направить на то, чтобы создавать больше ценности и вклада в этом мире. И да, присутствовать больше с моей семьёй, а не в голове, в обидах, сопротивлении очередному негативному комментарию. Вместо этого я приглашаю вас продолжать показывать себя как человек, который иногда будет получать негативные комментарии, который будет иногда слышать недовольство со стороны других людей, и вы сделаете лучшее из этого. Вы используете это и для себя, и для другого человека. Спасибо большое, что вы были сегодня с подкастом «Не учи меня жить», и мне не терпится продолжить с вами это путешествие в искусство селф-коучинга. До самой скорой встречи! Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, курс «Формула селф-коучинга» перенесёт это на следующий уровень для вас. В самый короткий период вы научитесь формуле, с помощью которой будете поддерживать себя не только через сложности, но и также в создании вашей жизни мечты. Получите курс «Формула селф-коучинга» по ссылке в описании к этому эпизоду и начните поражать себя и других тем, что становится возможным силой «Формула селф-коучинга». «Формула селф-коучинга» Трелектор у ubiquащhu «Формула селф-коучинга» Альфо «Формула селф-коучинга»